Здравствуйте! Добро пожаловать на футбол! Привет вам из солнечного Воронежа! Здесь фонбет Кубок России. Заключительная встреча в пути российской премьер-лиги. В группе Д сыграют Воронежский факел и Зенит из Санкт-Петербурга. Команды, которые уже определили свои позиции в турнирной таблице Кубка. И зенитовцы ждут продолжения в виде матчей на вылет. Ну а факел будет все-таки готовиться к более серьезным для себя испытаниям. Это матчи в российской премьер-лиге. Очень футбольная погода. Итак, факел и Зенит. Заключительная встреча на групповой стадии. Новые очки. Александр Соболев в старте. Это интересно. Родригал, не игравший в августе старте. Это тоже интересно. Сейчас как раз под нагрузкой обороны Зенита и удар-поворот. Ну что ж, факел начинает очень агрессивно. Владислав, я вспоминаю слова, которые сказал Дмитрий Анатольевич Пятибратов тебе в интервью перед матчем. О том, что мы сегодня играем с тремя нападающими. Мне кажется, что вот за борьбу больше отвечает тот же Ираклик Угельскери, который сегодня на скамейке. Внимание, удар поворотом. Именами их открывать. Педру с мячом. Подача в штрафную площадь. Идет очень здорово на эту передачу. Монтуан. Позиция, по-моему, вообще голевая была на 100%. Почему Монтуан не забил? Иногда может забывать о том, что надо и обороняться. Но вот идет вперед сейчас. Идет и получается же. Мастерной уже в штрафной площади передачи. В касание бьет Марков мимо. Вот Александра Ерохина за линию ворот. Угловой. Теперь еще и пятка подставленная Мертенсом. Очень коварно. Факел действительно делает то, что он просит делать. Марков. Игра в одно касание в штрафной. Там уже Табасели. И удар в ближний угол. Брайми. Классная атака. Очень классная атака. Хороша она была как раз вот этим своим наглым таким по-спортивному хорошим взаимодействием. Да, как будто из этой стенки может быть их и не видно. Но это вряд ли. Вот так Монтуан. Подача. Ерохин удар над ворота. Капитан «Зенита» в сегодняшнем матче. 35-летний уже Александр Ерохин. Ну, великолепный футболист. Монтуан дальше Горшкову. Горшков передача. Соболева тут разворачивается в штрафную площадь. И здорово убьет ближний угол. Вот классный голевой момент у «Зенита». Александр Соболев. В целом игра у «Факела» была достойная. А у «Зенита» пока, откровенно говоря, игры в первом тайме никакой не было вообще. Но может быть и гол. Это футбол. Бедро бежит. Передача. Ерохин. И вот, пожалуйста. Нет игры, а гол есть. Это какой закон, Владислав? Как его сформулировать? Это закон Александра Ерохина, который в каждом матче, если особенно мы говорим про фонбет-кубок России, находится там, откуда нужно забивать голы и забивает. Это уже на секундочку. Не первый, даже не второй, а третий мяч Ерохина в фонбет-кубке России. Да, в кубке у «Зенита» лучший бомбардир – это Артур, который забил два и еще две голевых передачи отдал. Но здесь потрясающий рывок и передача Педро. Я думаю, что надо отметить. Ну и Свистокова набросила в окончании первого тайма. «Зенит» впереди в самой концовке. Они забили хотя весь тайм. С преимуществом играл «Факел». Недоволен был Сергей Богданович действием Чистякова. Дмитрий решил, что пора замениться. Не домогай, Маша. Ну что ж, здоровье Дмитрию Чистякову. Страхин Яракович сыграл головой, но мяч прямо на Абраиме отскочил. Тот в штрафную площадь уже зашел. Подача. И Мастерной бьет с отскоком от чего-то там. Сейчас смотреть на Дмитрия Пятибратова было очень забавно. То, что он присел на корчки и двумя ладонями хлопнул просто по земле. Стройка защитников. Но сегодня 4-3-3 классические. Дальний удар. Очень хлёсткий, очень опасный. Это Евгений Марков. Главная ударная сила «Факела» в нынешнем стартовом составе. Вызывает его разочарование. «Факел» играет здорово. Но пока не может забить. А вот и удар по воротам воронежцев на месте. Я поговорил. Это свой день рождения Вильям. Бразильский тренер, который замечательно адаптировался в России. А здесь не помешал забить Марков Георгебиань. В своего же игрока попал сейчас Николай. Вот так неудачно. Установка и покрытие дают о себе знать. Не всё получается. Но вот сейчас получается хорошая передача. Нет офсайда. Соболев тоже делает пас. И в пустые ворота забивает Андрей Мостовой. Но положение игры всё-таки было зафиксировано. Хотя мяч забит. И я думаю, что это в любом случае по протоколу ВАР сигнал для проверки. Помощнику Ивана Бросимова первому. Но наше внимание отвлекает уже атака «Зенита». Мостовой в штрафной площади. На ударной позиции. Бьёт. И... С мячом Горшков. Передача. Ерохин оставляет Соболеву. Тот разворачивается. Бьёт. Но мяч хоть и в сетке ворот. Сейчас интересная ситуация случилась. Ведутся усиленные переговоры на этот счёт. Если готово наше интервью. Влад. Факел забирает мяч. Щетинник пас налево. Мастерной. Пробивает Мастерной. У него сегодня был с такой выгодной позиции удар. Но он не попал по мячу. А здесь вроде по мячу-то попал. Нет. И ждут своего часа. Ждут своего шанса. Так, а здесь? А здесь Родригао и... Давайте посмотрим ещё раз, что было. Ну, по-моему, ничего. По-моему, ничего. Лёгкое касание есть вроде бы. Мы много раз видели, как молодые футболисты выходят в Зените. При таком гарантированном уже победном счёте, когда забито. Там 3-4-5 мячей уже. Семидесятый номер. Тем временем, юный Ивлев здесь играет против Горшкова. Классную передачу сейчас выдаёт на своих высоких нападающих. По-моему, там два игрока факела друг другу мешают. Увеличивается количество центральных нападающих. Причём мощных таких высоких у факела. Там и Марков, который бьёт сейчас и мимо мажет дальнего угла. Хлёсткий, мощный, классный удар, но мимо. В роли третьего центрального выступает молодой полузащитник Васильев. Ещё один хлёсткий удар издали. Ещё одного молодого полузащитника. Но уже щетиня. Зенитовцы всё-таки вперёд бросают. На Соболева. Однако свисток и игра окончена. Александр Ерохин. Вот он. Тот, кто принёс Зениту очередные три очка. 16 всего накопилось у зенитовцев в этом кубковом турнире в группе Д. Пути российской премьер-лиги. Пути российской премьер-лиги. Продолжение следует...